К началу нового отопительного сезона готовятся все самоуправления Латвии. Летом в котельных Венспол сопроводились профилактические ремонтные работы. В этой котельной отремонтировали два главных конвейера, в которых поменяли все цепи. Прошло уже три года с момента начала работы конвейеров, и цепи износились. Это нужно было сделать сейчас, чтобы зимой быть уверенными. Внутри самих котлов, где сгорает топливо, провели работы по облицовке. Тоже для нашей уверенности. Это основные работы, но были и более мелкие. Во второй котельной в Парвинте также велись профилактические работы по ремонту конвейеров, на которые загружается щепа. Осмотрели и угольный котел. Подготавливаясь к отопительному сезону, важно своевременно закупить топливо. Топливо разного вида для нужд Венсполской котельной будут поставлять три победителя тендеров. Для топлива это очень серьезная вещь, о которой нужно думать своевременно. Мы закупили топливо. В эту котельную по адресу Бреви Без 38 его будет поставлять предприятие Берзи Плюс, которое выиграло конкурс на поставку щепы. Для котельной Парвинта мы закупили каменный уголь. Конкурс выиграла фирма Аквариус. А древесные гранулы для локальных котельных будет поставлять предприятие курсом из гранулы. И смотря на то, что мы не знаем, какой будет зима, холодный или теплый, мы должны быть уверены, что топлива нам хватит. На данный момент должно хватить. В Венсполсе отопительный сезон по традиции начнется в середине октября. Однако Арнис Узарис напоминает, что жильцы могут включить отопление в любое время и тем самым сами установить сроки отопительного сезона. Нужно договориться с соседями, необходимо ли это. Если необходимо, нужно связаться со своим домоправом с просьбой подключить теплоузел. Как я уже говорил, теплоузел работает в зависимости от температуры воздуха. Он автоматически отключается, если на улице будет тепло. А ночью включится, зато в помещениях будет комфортно. С началом отопительного сезона изменится количество теплоэнергии, необходимое для подготовки горячей воды. С 1 октября по 30 апреля подготовка кубометра горячей воды будет стоить 3 евро 18 центов. С 1 октября цена одного кубометра горячей воды будет стоить 3 евро 18 центов плюс НДС. Летом, если я не ошибаюсь, тариф на горячую воду был 2 евро 66 центов плюс НДС. Почему такая разница? Это та же самая вода, которую поставляет предприятие «Удека». Воду поставляют до теплоузла и подогревают до необходимой температуры. А это означает, что для того, чтобы подогреть кубометр холодной воды до 50-55 градусов, требуется меньше энергии. Тариф на поставку теплоэнергии для всех потребителей Венсполсе один. Плата за потребленную в течение месяца теплоэнергию рассчитывается пропорционально площади каждой квартиры в квадратных метрах. До начала отопительного сезона хочу проинформировать Венсполсчан о том, что тариф на тепло с марта этого года уменьшился и теперь составляет 54 евро 90 центов мегаватт-час. Тариф остался неизменным. Он один для всех Венсполсчан, кому мы поставляем теплоэнергию. Венсполсчан